Если у тебя вот здесь и вот здесь написано пресса, то ты становишься решением просто-напросто. А если тебя окружают два-три урока, и ты вооружен только видеокамерами и фотоаппаратами, то ты опять такие жертвы. Документалист Сергей Слепцов был на трех войнах. И после выхода на федеральном канале фильма «Чеченская петля» стал узнаваемой мишенью для Шамиля Басаева. В руки журналиста попала хроника боевиков. И в своей ленте он показал, что их цель совсем не свобода. Собаками боевики называют трупы российских солдат. А пленные становятся выгодным товаром. Какая мать не готова отдать все за жизнь сына. И все это за идейной ширмой. Один из пленных боевиков опознал меня. Я присутствовал при допросе его. Он меня опознал по эфирному, так сказать, облику. А, говорит, все, ты не жилец. Ты к смерти проговорил. Ну, на что я ему ответил, ну, знаешь, у каждого свой кисмет. Что такое кисмет поймет каждый мусульманин – это судьба. Дома у Сергея хранятся не попавшие в него пули снайперов. Вместе с ним в 90-е работал еще один ростовчанин – Аркадий Будницкий. Фотокорреспондент вспоминает, как делали материалы, связывающие Чечню с остальной Россией и Владикавказской железной дороги. По ней поезда везли боеприпасы и продовольствие вывозили людей. Для хорошего кадра журналисты решили снять машиниста. И чуть не погибли под обстрелом боевиков. Стекла посыпались. Мы с ним, естественно, вошли в раж работы, нам это было уже по барабану. И только потом, когда мы уже доехали, вот мы вышли, сели с ним, а он мне говорит, ты знаешь, что мы с тобой сделали, Серега? Мы отработали, отсняли. Но сделали и вышли далеко не все. Донецкие журналисты передали в Ростов землю с могилы Олеся Бузины. Дальше она попадет в школьные музеи. Еще один символ из ДНР – боевой снаряд, который уже не разорвется. Это символ вечной жизни. Потому что это снаряд, который несет смерть. А его побеждает вечная жизнь. Олеся Слынько, Анатолий Рашевский, ДОН-24, Ростов-на-Дону.